Именно в этом возрасте с телом происходят самые драматические изменения, тело начинает активно болеть. И вы можете мне сказать, ну Станислав, ну уже 40 лет, пора уже ползти на погост, уже как бы старость стучится в двери. Прострелы и шиасы и люмбалдии являются для человека после 40 лет чем-то вполне ординарным. В огромном количестве случаев проблемы с пищеварительной системой возникают из-за проблем с поясницей. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, с вами Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саватити. И сегодня я решил записать видео, потому что посмотрел на средний возраст нашего зрителя. Нас в основном смотрят люди 35-55 лет. Именно в этом возрасте с телом происходят самые драматические изменения, тело начинает активно болеть. Важный факт, который я рекомендую вам осознать и запомнить, это информация о том, что человек не предназначен жить более 40 лет. Если мы посмотрим на наших предков 200-300 лет тому назад и далее в глубину прошлого, мы обнаружим, что возраст 50 лет считался для большинства популяций возрастом глубоких стариков и люди редко доживали до этого возраста. Более того, если мы посмотрим с точки зрения надобности стариков популяции, то мы обнаружим, что люди за 40 лет редко рождают новых детей. И, соответственно, природе совершенно все равно, как вы себя чувствуете после того, как вам наступил 40, и вы зачали и родили всех своих детей. Зачем мы снимаем это видео? Дело в том, что понимание каждой из проблем позволит вам сфокусировать ваше внимание на решении и на предотвращении тех проблем, которые связаны с регионами, которые я вам напишу. В тот момент, когда вы понимаете, почему оно ломается, у вас появляется инструмент, как сделать, чтобы оно работало долго, и чтобы вы и в 50, и в 60, и в 70 лет дали фору молодым, которые, казалось бы, наступают вам на пятки. Большинство молодых людей, которые попадают ко мне в руте, уже носят зерна тех проблем, которые проявятся в 40 лет. В 20 лет у тела есть резон оставаться здоровым, надо зачать и вырастить потомство. В 40 лет ресурс исчерпывается, и человек начинает сыпаться на кусочке. Если знать причины проблем и способы работы с ними, можно прожить намного дольше и намного лучше. Итак, давайте рассматривать конкретные проблемы. И первое место, которое сыпется практически у всех людей после 40 лет, это поясница и крестец. Давайте посмотрим на нашу модель. Перевернитесь, пожалуйста. И вот мы видим вдавленную поясницу. Мы видим напряженный верхний поясничный отдел. И мы видим проблемы по ягодичным мышцам. Проблемы поясницы проявляются в том, что человек испытывает боль в нижней части спины, напряжение и тяжесть в крестце. Кроме того, эти проблемы транслируются на ноги. Проблемы с крестцом приводят к тому, что нарушается венозный отток. Кроме того, нарушается иннервация мышц нижних конечностей. Кроме того, происходит ухудшение работы внутренних органов, пищеварительной и мочеполовой системы. Прострелы, и шассы, и люмбалдии являются для человека после 40 лет чем-то вполне ординарным. Я уверен, что вы напишите в комментариях, если с вами случалось что-то подобное. Это довольно мучительное состояние, когда человек не может встать и дойти до туалета. Боль настолько острая и мучительная, что человек готов отдать очень большие деньги для того, чтобы избежать этой проблемы. Существуют простые и внятные способы, как сделать так, чтобы эта проблема вообще не появилась. Одно из следующих видео на нашем канале как раз будет посвящено проблемам поясницы, проблемам ягодичной области и каким образом их лечить. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. Хорошим способом проверить, в каком состоянии находится ваша поясница, является наклон вперед. Если вы можете наклониться вперед и, естественно, и легко дотронуться кончиками пальцев до пола, то почти наверняка ваша поясница находится в благополучном состоянии. Если вам приходится сдебать колени или тянуться и рывком дотягиваться до пола, то ваша поясница напряжена. Кроме того, любые боли, ощущения тяжести, прострелы по пояснице, крестцу и ногам является внятным свидетельством того, что с поясницей не все в порядке. Вторая проблема, которая возникает после 40 лет, это пищеварительная система. 40 лет – это еще хорошо. Я знаю огромное количество своих сверстников, которые маятся с пищеварительной системой с 10, 20, 30 лет, лечат язвы, лечат проблемы с изжогой и прочее-прочее. Здесь надо понимать, что проблемы с кишечником возникают из самых разных оснований. В каких-то случаях проблемы с кишечником возникают на психоэмоциональной почве. Люди тревожатся, переживают, не могут разрешить свои жизненные проблемы и таким образом загоняют проблемы в пищеварительную систему. В огромном количестве случаев проблемы с пищеварительной системой возникают из-за проблем с поясницей. Дело в том, что поясница, именно этот регион, иннервирует органы брюшной полости. Соответственно, если у нас есть проблемы с поясницей, то у нас почти наверняка будут проблемы с пищеварительной системой. Нервы просто не смогут нормально управлять пищеварительным трактом и, как следствие, там возникнут проблемы. Какие признатия будут внятно свидетельствовать о том, что с моей пищеварительной системой не все в порядке? Во-первых, если у вас есть какая-либо форма живота. Если у вас нарастает сало по бокам. Если у вас в середине живота подушечка из жировых клеток. Если у вас вываливается живот. Если у вас большой объем талии. Если вы испытываете любые боли и проблемы по животу. Это может быть проблема изжоги. Это может быть проблема отрыжки. Это может быть проблема болей внутри пищеварительного тракта. Все это является признаками того, что с пищеварительной системой не все в порядке. И вы можете мне сказать. Ну, Станислав, ну уже 40 лет. Пора уже ползти на погост. Уже как бы старость стучится в двери. Я могу сказать, что чем старше я становлюсь, тем лучше я начинаю себя чувствовать. Я разбираюсь в своем пищеварительном тракте гораздо лучше. Я понимаю, что мне кушать, как мне кушать, сколько мне кушать. А главное, я начинаю слышать свое тело, которое дает мне внятные рекомендации по поводу моей диеты. И по поводу того, как мне управлять своим кишечником. Кроме того, существует довольно большое количество очень простых упражнений и практик. Которые позволят вам привести свою пищеварительную систему в порядок. Например, некоторое время назад мы снимали видео по диафрагмальному дыханию, по упражнению помпа или дыхание по вимухову. Все эти практики я использую в своей жизни и по результатам. У меня был некоторое время довольно большой живот, и сейчас его нет. Последнее время я перестал стесняться записывать видео с открытым телом, где я вынужден показывать свой живот для того, чтобы продемонстрировать вам практики. Я это делаю в рамках спонсорства на нашем канале, где мы обсуждаем техники и практики, как привести свое тело в порядок. Третьим направлением, очень плотно связанным с состоянием пищеварительной системы и легких, является состояние лимфатической системы. Дело в том, что если кишечник работает неправильно, то он неправильно переваривает пищу, которая поступает в кишечник. По результатам того, что пищеварительная система работает неправильно, обломки белков и жиров и углеводов попадают в кровь и загружают лимфатическую систему. Более того, в силу того, что пищеварительная система работает неправильно, в ней поселяются болезнетворные бактерии и прочие паразиты, которые отравляют состояние нашей иммунной системы. И именно с этими угрозами и борется наша лимфатическая система. Если угроз слишком много, то лимфатическая система начинает страдать, и это приводит наше тело к отекам и нарушению функционирования всего организма. Условно говоря, токсины и болезнетворные микроорганизмы идут в кровь, и для того, чтобы бороться с этими микроорганизмами и токсинами, лимфатическая система вынуждена работать в сверхнапряженном режиме. Я еще раз повторю, что лимфа из нашего кишечника имеет огромное влияние на состояние всего организма. Так, например, паховые лимфатические узлы пережимают нам кровообращение по ногам, кроме того, пережимают прохождение нервного импульса в ноге. Соответственно, люди страдают более высокими рисками падений, кроме того, возникает более высокий риск варикозного расширения вен. Если у нас есть проблемы по восходящей части лимфатической системы, хелезная цистерна, то это ведет к тому, что лимфа, идущая от кишечника, идет в сторону сердца и отравляет его, что, соответственно, может вызывать проблемы с сердцем. Если мы говорим про лимфатические узлы, расположенные в области подмышек и ключиц, а лимфа попадает туда, опять же, из кишечника, то воспаление этих лимфатических узлов приводит к нарушению мозгового кровообращения, к повышению давления, к загибу артерии, к нарушению венозного оттока. Таким образом, мозг, отравленный загрязненной лимфой, начинает работать гораздо хуже и гораздо хуже управляет вашим организмом. Организм человека, отравленного застойной лимфой, работает гораздо хуже не только из-за того, что он постоянно находится в процессе интоксикации, он работает еще хуже из-за того, что нервная система, которая обязана управлять организмом, отравлена также и не может качественно управлять организмом. В рамках нашей школы у нас есть ученики, которые обучились на программе моделирования фигуры. Я вижу, как к ним буквально ломятся клиенты с самыми разнообразными проблемами по лимфатической системе. В каких-то случаях это проблемы по щитовидной железе, в каких-то случаях это проблемы с варикозным расширением вен, в каких-то случаях это неудовлетворенность женщины своей внешностью кожей, в каких-то случаях это проблемы с мозговым кровообращением. И я вижу, как техники, которые мы предлагаем, очень простые и внятные, дают очень отчетливые результаты. Чтобы познакомиться с методикой, я вас приглашаю на бесплатный трехдневный марафон, ссылочка на который находится в описании к этому видео. В рамках марафона мы даем очень много контента, который изменяет картину мира. Посетив этот бесплатный марафон, вы начнете по-другому смотреть на человеческое тело, и это само по себе будет крайне полезно для вашего здоровья. Четвертым и пятым регионом будет шейный отдел позвоночника. Почему в одном регионе две проблемы? Дело в том, что шея является частью, которая соединяет нам голову и наш корпус. Соответственно, есть направление движения жидкости и нервного сигнала от корпуса к голове. Существует движение крови и нервного сигнала от головы к корпусу. Давайте поговорим сначала о движении нервного сигнала от головы к корпусу. Дело в том, что всем нашим телом управляет голова и нервная система. Соответственно, в тот момент, когда у человека происходит нарушение функционирования шейного отдела позвоночника, это приводит к тому, что мышцы, которые поддерживают шею в стабильном состоянии, зажимаются и пережимают нервы, которые иннервируют нам кишечник. В свою очередь, проблемы с иннервацией тишечника вызывают проблемы по пищеварительной системе, вызывают проблемы по циркуляции лимфы и вызывают проблемы по поясничному отделу позвоночника. В свою очередь, проблемный тишечник и проблемы с лимфатической системой оказывают очень угнетающее воздействие на шейный отдел позвоночника, потому что именно в шейном отделе позвоночника расположен венозный угол места главного соединения лимфатической системы и кровеносной системы. Если у человека есть проблемы по тишечнику, у него почти наверняка будут проблемы по шее, а если у человека возникают проблемы по шейному отделу позвоночника, то у него почти наверняка будут проблемы с тишечником. Через мои руки прошли сотни, если не тысячи людей, и я могу припомнить не более пяти людей со здоровой шеей и со здоровым кишечником. Более того, эти люди – мировые чемпионы в своих отраслях. И именно их блестящее состояние шеи и кишечника позволяет им быть призерами мировых первенств. Люди, которые имеют здоровую шею, поясницу и кишечник, показывают выдающиеся результаты в своих областях. Как понять, что шея не в порядке? Во-первых, если вы с трудом поворачиваете голову влево и вправо, если существует разность амплитуды поворота в одну сторону и в другую сторону. Вот у нас, смотрите, в эту сторону поворачиваем шею до одной степени, а в другую сторону в меньшей степени. Если при повороте шеи вы слышите хруст, если вы чувствуете, что у вас немеют руки, если вы чувствуете, что в области ключицы груди есть чувство скованности, все это является внятным свидетельством того, что шейный отдел позвоночника работает ненормально и сигнал от головного мозга нормально не доходит ни до рук, ни до поясницы, ни до чешечника. Здесь надо отчетливо понимать, что проблемы шеи это не те проблемы, которые решаются одномоментно специалистом, к которому вы пришли, он вам что-то хрустнул и ваша шея отныне здорова и счастлива. Проблемы с шеей связаны с тем, что шейный отдел позвоночника приобретает избыточную подвижность и как следствие для того, чтобы избежать избыточной подвижности, тело блокирует шейный отдел позвоночника. Именно это мы воспринимаем как скованность, зажатость и здесь важно понимать, что тело блокирует шейный отдел позвоночника для того, чтобы избежать больших проблем, которые могут возникнуть, если шея будет двигаться слишком активно. Именно поэтому так опасно манипулировать шею и увеличивать ее диапазон движения через мануальную терапию или через резкие быстрые упражнения. О том, каким образом реабилитировать шею посредством упражнений и самомассажа, мы очень активно говорим в рамках спонсорства на нашем канале. И пятый регион, который тоже сопряжен с шейным отделом позвоночника, это нарушение циркуляции крови в шейном отделе позвоночника, той крови, которая идет в голову или выходит из головы. Дело в том, что шея очень компактный регион нашего тела. В него входит и костная система, и мышечная система, и эндокринная система в виде щитовидной железы, и мышцы, и кожи, и сосуды, и капилляры. И все это и трахеи, и гортань, и все это находится в рамках маленькой шеи. Соответственно, если в шее идет хотя бы что-то неправильно, то это приводит к тому, что кровоснабжение головного мозга нарушается. Любое смещение позвонков в шейном отделе позвоночника приводит к тому, что пережимается позвоночная артерия и таким образом обделяет питанием и кислородом наш мозг, что в свою очередь ведет к драматическим последствиям на весь организм. Если мозг человека работает в недостатке питания и кислорода, это приводит к отуплению. Причем мы не только чувствуем это отупление в смысле того, что наша память начинает работать хуже, наше зрение начинает работать хуже, у нас в голове возникает в ушах шум и прочее-прочее, а тети на лице, но помимо этого все органы и системы нашего организма не получают нормального управления и, как следствие, начинают работать гораздо хуже. Следующей проблемой, относящейся к кровоснабжению, является венозный отток. Дело в том, что если кровь по каким-то причинам не может вытечь из головы, если есть нарушение оттока через вены, это приводит к повышению внутричерепного давления, что в свою очередь очень негативно сказывается на функционировании мозга. Я даже не говорю о возросшем риске инсультов, которые связаны с тем, что образуются тромбы. Эти тромбы, оторвавшись, могут перегородить какой-нибудь из важных сосудов внутри головы. Я говорю о том, что в тот момент, когда кровь не может нормально оттекать от головы, кровь не может попасть в голову и, как следствие, все проблемы, связанные с нарушением питания мозга, проявляются во всей полноте. Почему шея и все остальные регионы ломаются в 40 лет? Дело в том, что они начинают ломаться где-то с полового созревания. И вот они имеют некоторый ресурс. Этот ресурс приблизительно исчерпывается в 40 лет. Это естественный ход вещей. Но я хочу донести до вас, что, несмотря на то, что организм не знает, как ему жить в 40 лет, организм может жить в 40 лет так, чтобы молодые 20-летние люди завидовали вам, 40-летнему. Даже в рамках этого видео мы убедились, что все пять проблем, которые возникают у человека при возрасте 40 лет, связаны между собой. Проблемы по шее влекут проблемы по голове и влекут проблемы по всему организму. Проблемы по тишечнику связаны с проблемами по поясничному отделу позвоночника, что, в свою очередь, вредит шее. Таким образом, важно заниматься человеком в комплексном режиме. Необходимо выполнять и массажные процедуры, и дыхательные техники, и техники, связанные с повторяющимися движениями и тренировками проблемных регионов. Именно поэтому я создал свой канал, и именно эту информацию я пытаюсь донести до вас в максимально внятной и интересной форме. Суть моего послания заключается в том, что 40 лет — это прекрасный возраст для того, чтобы обратить внимание на проблемы, которые возникают в теле. Эти проблемы не являются чем-то фатальным и неизбежным. Более того, большинство из этих проблем решаются простыми и внятными упражнениями и простыми и внятными массажными техниками. Поэтому подписка на наш канал — это ключ к вашему долголетию и к вашему здоровью. А с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити и одноименного YouTube-канала. До новых встреч, друзья. До свидания. И все эти токсические вещества и обломки белов, белков, жирков... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok